Вакцинация – один из самых действенных методов борьбы с распространением опасных заболеваний. Мировое медицинское сообщество рекомендует регулярно прививаться взрослым и детям. Впрочем, есть немало противников, полагающих, что вакцина не укрепляет иммунитет, а напротив, делают его более уязвимым перед вирусами. Сейчас, в настоящее время, мы ликвидированы практически очень много инфекций, которые управляемые были с помощью прививок. Я считаю, что это самое основное достижение, которое мы добились тем, что прививали детей в соответствии с национальным календарем профилактических прививок. Вакцинация позволила минимизировать случаи заболевания корью, краснухой, полиомиелитом. Это достижение отчасти и стало причиной, по которой граждане порой относятся к прививкам легкомысленно. Ведь если этих болезней почти нет, то и защищаться от них не нужно. Когда мы говорим с мамой, что вам нужно привиться против столбника, она говорит, а зачем я прививу с против столбника, если его нет? А вот как раз тем, что мы создали хорошую иммунную прослойку, то есть у нас определенный процент населения привит против этой инфекции, благодаря этому дети не болеют. В седьмой детской поликлинике отмечают, что серьезных перебоев с поставками вакцины нет. Не хватает только средства от полиомиелита. Федеральный центр не обеспечивает им регионы в должном объеме. Впрочем, это лишь незначительно корректирует календарь прививок. Ну, есть, конечно, какие-то прививки, которые могут, там, негативные последствия отмечать. Например, какие? Бывают разные аллергические же реакции, там, еще какие-то нюансы. В целом, прививки – это хорошо. Да, вот у нас весь прививка, которая необходима, все прививки мы делаем. У вас нет никаких мыслей по поводу того, что это может быть опасно? Ну, у меня нет. Я как-то привыкла, что все-таки мы делаем и себе делаем. От гриппа вы, наверное, имеете в виду и не только, да, вот планово и все делаем. Вы своим детям делаете прививки? А пока от гриппа не делаю. Почему от гриппа не делаете? Ну, не знаю. Считай, не нужно ее. Почему не нужно? Последствия потом не очень хорошие. Пока одни отказываются прививаться против гриппа, другие, наоборот, жалуются, что вакцины нет в наличии. Наталья обратилась в шестую детскую поликлинику, чтобы получить положенную по закону прививку. Врачи ответили, что запасы кончились. Пополнят их только через несколько недель. Прошу уважаемый департамент привезти прививки от гриппа для шестой поликлиники. Так как мы с ребенком пришли в шестую поликлинику, 4 числа в четверг, их нет в наличии, и сказали, неизвестно, когда будет. Звонила про частные клиники, тоже нет в наличии прививок, только для взрослых. Сказали обращаться в свою поликлинику по месту жительства. Вызвонила все поликлиники, ни в одной поликлинике нет. Медики успокаивают, что незначительные отклонения от календаря прививок не отразятся на здоровье ребенка. Главное – не забывать проходить плановую вакцинацию. И уж точно отказаться от мысли, что прививки могут навредить организму.